В Фанты-Мансийске проходит первый сбор югорской дружины по баскетболу на колясках. Спортсмены собрались на последнюю тренировку перед чемпионатом страны. В основном они делают упор на общую физическую подготовку и оттачивание тактических приемов игры. В тренажерном зале вместе с баскетболистами тренируются слэдж-хоккеисты. О подготовке особенных спортсменов расскажет Олеся Безденежных. Это упражнение развивает реакцию и координацию. А еще нужно отработать быстрый старт, резкую остановку и разворот на коляске. Илья Куроптьев парабаскетболом занимается чуть больше года. Врачи рекомендовали физическую нагрузку для реабилитации после болезни. Раньше молодой человек активно занимался футболом, плаванием и тяжелой атлетикой. На первых тренировках мне сначала было сложно, так как я целый год физическим упражнением никакими не занимался. Но потом постепенно влился в ритм и уже полегче стало. Для того, чтобы научиться играть в баскетбол, сначала нужно овладеть специальной коляской. Она делается индивидуально под игрока. Основное ее отличие – угол наклона колес. Он не дает спортсмену прокинуться во время игры. От диаметра колес зависит маневренность и скорость передвижения по площадке. Специальная широкая база защищает ноги при столкновении. К коляске баскетболист пристегивается ремнями. Во время игры это мои ноги. Спортсмен сливается с коляской в единое целое и управляет ей. Одновременно управляя мячом и управляя коляской. Да, это целое искусство. Для понимания всех тонкостей парабаскетбола тренер сборной Светлана Авдюхина сама села в коляску и исследует мир с новой точки зрения. Со своими подопечными на площадке она проводит по нескольку часов, работая не только над техникой, но и воспитывает сплоченность команды. Первый поворот влево, последующий вправо. И поочередуем. Не готовились? Поехали! Всего в команде 10 человек. Днем они обычные работники-финансисты и юристы. А по вечерам собираются в спортзале. Желающие попасть в команду есть и в других городах. Поэтому Центр адаптивного спорта Югры придумал целую программу по подбору кадров. В течение 2018 года мы проведем тренировочные мероприятия на базе обособленного подразделения города Сургута, где также спортсменам автономного округа и любым желающим будет представлена возможность сесть в коляску и попробовать свои силы. Мы хотим увеличить представительство спортсменов муниципальных образований в этом виде спорта. Развитие параспорта подразумевает и развитие инфраструктуры. Так, используя опыт нижневартовских коллег, попечители команды планируют возвести модульный комплекс для тренировок в Нягоне. Технология уже опробована и позволит реализовать все возможности команды. А ведь она готовится представить свой регион на соревнованиях международного класса. Олеся Безденежных, Леонид Чемляков, телерадиокомпания «Югра», Хантавансийск.